Это завод по выпуску керамогранита. Планируется открыть осенью. Строительные работы завершены на 70%. С запуском первой линии здесь будут созданы 500 рабочих мест. С запуском второй линии также будут созданы дополнительные рабочие места. Линия полностью автоматизированная. Полностью европейская линия с Италии. Компания CTBT. Мощность линии суточная производительность 10 тысяч квадратных метров в день. Годовое составляет, если мы 11 месяцев будем считать, 12 месяцев на ремонтную работу, 3 миллиона 300 квадратных метров будет составлять. На первом этапе общий объем инвестиций составил 34 миллионов долларов США. Из этой суммы 25 миллионов долларов выделил Российско-Кыргызский фонд развития. Общая сумма завезенного оборудования составляет более 14 миллионов долларов. Отметим, что производственная мощность одной линии составляет 10 тысяч квадратных метров керамогранита в сутки. Вкратце хочу рассказать о прессах. На первом этапе у нас получается, запускаем два пресса. Каждый пресс, давление пресса получается на сантиметр и квадрат 5 тысяч килограммов давит. Вес каждого пресса 85 тонн. Производство листов Анице итальянский, компания Си-Ки-Пи-Ки. Начало нашего производства начинается с этих бункеров. В эти бункера загружается около 6-7 пород, видов горных пород. После подаются в мельницы. После помолов подаются в шликера. Со шликеров в атомизаторы. В атомизаторах идет сушка. В температуре где-то около 700 градусов высушивается и подаются в силоса. От силосов дальше уже прессам, а от прессов уже дальше к печам идет. У нас получается на сегодняшний день осталась работа, недоделанная в этих зонах, в зоне массозаготовки. В планах у нас в течение полутора месяца закончить в этой зоне. И после завершения будем готовы к запуску. В Аламодунском районе введен в эксплуатацию дополнительный производственный комплекс кирпичного завода. Раньше в сутки производилось 100 тысяч кирпичей, а теперь запуском второй печи будет производиться 200 тысяч. Завод производит около 100 видов керамического кирпича самого высокого качества. Жирные кирпичи устойчивы как к жаре, так и к холоду. Имеют сертификат о полном соответствии и требовании. Производство на заводе полностью автоматизировано. Рабочие контролируют только работу оборудования. Такое оборудование необходимо для производства кирпичей по соответствующим стандартам. Например, процесс резки и сборки выхода кирпичей полностью автоматизировано. Сотрудники следят только за качеством сборки и выходом качественных кирпичей. Поэтому сотрудники должны следить и исправлять неисправности. Следует отметить, что для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду дымовые фильтры сокращают выброс вредных веществ воздух почти на 95%. Недавно установленный фильтр проходит через воду. Нежелательное вещество удаляется в виде осадка. Вода может быть повторно использована в производстве после осаждения и очистки. Средства на строительство второй печи и приобретение необходимого оборудования выделил Российско-Крыгызский фонд развития. Российско-Крыгызский фонд развития в 2022 году начал финансирование проекта «Байти Курлуж». Со стороны фонда было выделено 1 млн 350 тысяч долларов на дооснащение и модернизацию завода. При поддержке фонда была установлена новая линия, которая в два раза повысила потенциал завода. Со стороны фонда была приобретена дополнительная техника и оборудование, а также автоматизированные линии, которые позволили автоматизировать данное производство. На текущий момент проект «Байти Курлуж» является одним из самых перспективных и автоматизированных производств кирпича на территории Кыргызской республики. В рамках столетия Кыргызской автономной области на территории Кыргызской республики была поставлена задача запуск 100 промышленных предприятий на территории Кыргызской республики. Общий объем инвестиций в рамках данных проектов составляет более 2 млрд долларов. С ростом строительных работ в стране вырос и спрос на кирпич. Благодаря новым предприятиям есть возможность избавиться от зависимости импорта. В ближайшее время в области будет запущен еще один крупный кирпичный завод. Этот завод ранее работал, но они обратились в связи с тем, что потребность в строительных материалах именно кирпичей стала больше. Они обратились к государству о помощи. Со стороны государства было выделено денежное средство со стороны Кыргызско-российского фонда. В связи с чем сегодня открыта вторая линия производства. Это предприятие Кыргызмерик является дочерней компанией ООО «Кыргызиндустрия». Здесь производят бытовую мебель – шкафы, кровати, кухонные гарнитуры. С недавнего времени в компании также начали делать офисную мебель. Мы сейчас обустраиваем себе новый офис. И вот здесь в программе компьютерная модель помещения. Условно, но по расстановке мебели, где мы планируем поставить наши будущие рабочие места и столы. Процесс производства на предприятии автоматизирован. Сначала оператор задает электронную программу. Это макет будущей мебели. После чего станок осуществляет фигурные вырезы деталей. Это сверлильно-присадочный станок. Главная его отличительная особенность – он сверлит детали одновременно со всех сторон. Я являюсь оператором этого станка также. И я, в принципе, отвечаю за подготовку программ для того, чтобы этот станок потом их считал. Это я тоже вам продемонстрирую. Функционал этого станка в основном сверлит отверстия и делает различного рода пазы, вырезы под установку, допустим, вентиляционных решеток, заглушек для проводов, любой другой техники, которую нужно установить, сделав вырез в плоской плите. Автоматизированная система значительно облегчает труд сотрудников, позволяет быстро и качественно выполнить работу. Посредством этого станка специалисты могут за одну смену распилить более 50 листов. То есть компьютер им подсказывает, какие листы брать и в какой последовательности их пилить. Их задача – поставить его на станок и следить за его показаниями, за порядком действий, за инструкцией. Как только они распилят лист, автоматически формируется на принтере этикетка. Они наклеивают ее на деталь, чтобы мы видели, к какому изделию эта деталь принадлежит и какую обработку на ней еще надо делать. Детали складируются здесь, и следующий участок, когда дойдет до дела, они наносят кромку. Этот кромко-облицовочный станок применяется для изготовления мебели из древесно-стружечных материалов. С его помощью обрабатывают кромки, покрывая края деталей узкой полоской из тонкого натурального материала или ПВХ, закрывая распил плиты из ДСП. Она выполняет декоративную защитную функцию. После того, как детали распилили на первом этапе, они поступают на вот этот вот наш станок, на ансинг. Это прямолинейный кромко-облицовочный станок. Он наносит кромку только по одной стороне. Это, в общем, достаточно современная и высокопроизводительная модель. Его достоинство в том, что у него вот на длине его вот этой трассы 6 узлов обработки деталей. Сначала он защищает основу для наклейки кромки, потом он наклеивает кромку, а потом он проводит 4 вида обработки, то есть срезает все выступы, все острые края, все излишки, чтобы на выходе получился ровный и гладкий край детали. Эти заводы входят в число 100 предприятий, которые планируются открыть в рамках столетия с момента основания Каракаргизской автономной области. Кундуз, ГТВ, Мармалаш, Фалату, 24. Итоги недели.